Приветствую вас. На самом деле проблема, которую вы описываете, решается с нескольких сторон, с нескольких позиций. Условно разделим эти позиции на внешние и внутренние. С точки зрения внешней позиции можно говорить о том, что самым лучшим вариантом для того, чтобы не обращать внимания на руки людей, будет занятие любимым делом. То есть, если вы занимаетесь любимым делом, если вы идете к своей цели, если вы прям вот занимаетесь тем, что вы хотите, прям вот идете к этому, то надо сказать, что вам будет абсолютно все равно, кто что о вас думает, просто потому что. То есть первое, что нужно, это определить любимое дело, которое у вас безусловно есть, и заниматься этим самым любимым делом. Вот это, что-то вы можете сделать. Второе, опять же, с точки зрения внешних позиций, заключается в том, чтобы вы не стеснялись обращаться к людям за помощью. То есть, если это не ваши друзья, кстати, как у вас с ними обстоят дела, насколько вы вот, ну, хорошо с ними взаимодействуете. Ну вот, если у вас, это могут быть либо друзья, либо люди, которым вы доверяете. То есть, это могут быть наставники, это могут быть такой, кому бы вы делились бы своими проблемами, рассказывали бы свои переживания и так далее. Таких и таких людей нужно найти. На первых подах, если никого нет, то может быть либо священник, если вы верующий человек, либо психолог, если человек неверующий. Вот. Ещё можно в качестве внешних, в качестве внешней страны порекомендовать вам, возможно, как вариант, вот, выписать себе цель, которую вы хотите достичь. Ну, просто вот, что это за цель, да? И, как бы вот составить промежуточные цели. То есть, сама цель должна быть максимально большой, максимально такой, объёмной, чтобы к ней можно было прийти самыми разными способами к этой цели. Но эта цель должна быть вашей. То есть, эта вот цель должна отражать именно то, что интересно вам. Вот. Эта цель должна отражать то, что имело бы, имело бы живую обратную связь со стороны вас. То есть, ваша цель должна быть исключительно живая обратная связь. Только так и ни в коем случае не по-другому. И, соответственно, промежуточные цели должны быть, да, и фиксировать эти самые промежуточные цели и ухвалить себя за них. То есть, это такая вот чисто внешняя когнитивная позиция. Понятно, что у достижения цели должна быть стратегия. То есть, это всё понятно. То есть, тут само собой стратегия, условия, средства, цели, всё это должно быть. Об этом не идёт даже и речи. То есть, это обязательно и необходимо. Теперь, что касается целей... Теперь, что касается внутренней стороны вопроса, то здесь история такова. Во-первых, ориентация на мнение других людей означает, что у вас нет своей собственной позиции, нет принятия себя. Значит, первое, что нужно сделать, это выработать адекватное отношение к себе, чтобы другие люди не могли влиять ни в коем случае на вас. То есть, чтобы они не определяли то, как вы относитесь к себе, чтобы они не могли влиять на ваше мнение о себе, на вашу позицию о себе и так далее. Для этого нужно принять все свои как сильные, так и слабые стороны. Ну, со сильными сторонами, как правило, проблем нет, а вот со слабыми сторонами проблемы есть. То есть, нужно выработать отношение к своим слабым сторонам или к своим недостаткам. Либо выработать отношение, да, то есть принять это, либо иметь чёткий план, как это можно, значит, скорректировать. То есть, это, по сути, единственное, что вы можете сделать со своими негативными сторонами. То есть, либо вы можете их принять, либо вы можете их изменить. То есть, если вам что-то не нравится менять, если изменить не можете, то просто принимайте как особенности свои и учитесь использовать это. Ибо выбора у вас всё равно нет. Это первый аспект. Второй аспект касается того, что, почему человек обращает внимание на мнение других людей. Потому что в детстве, да, человек, наверное, не получал ответов на свои вопросы. И не получая ответов на свои вопросы, к кому обращаешься? Ну, естественно, только к внешнему миру. Вот. И вот вы, не получая вопросы, не будете, точнее, не получая ответов, будучи не удовлетворёнными в этом смысле, да, вы постоянно за счёт других людей пытаетесь получить то, что вам не хватит. Здесь нужно эти вопросы выявить, знания получить и органично распределить их в вашей имеющейся системе ценностей, которые есть в наличии на данный момент. Следующий аспект внутренней стороны заключается в том, что, скажем так, у каждого человека есть свои желания. И очень важно понять, какие желания у вас. То есть, если вас волнует мнение других, значит вы чего-то хотите. Это какое-то желание ваше, но ответственность за это желание вы, грубо говоря, перекладываете на других людей. И из-за этого вы зависите от них. То есть, здесь нужно понять, чего вы хотите, и взять за это на себя ответственность. В чём вы нуждаетесь, в чём именно вы нуждаетесь, нужно разобрать. То есть, я не уверен, например, в том, что вы можете ответить себе на вопрос, чего вы хотите. То есть, почему вы обращаете внимание на то, что о вас там думают другие люди, да? Допустим. Допустим, вы чего-то хотите. Чего вы хотите? Получить одобрение, кому-то что-то доказать, может быть. Или что-то ещё. Нужно определиться. Нужно определиться. Нужно определиться. А может быть вы надеетесь через позицию этих людей, да, чувствовать себя в безопасности, в комфорте. То есть, имея паспудное желание соответствовать ожиданиям других людей, вы надеетесь таким образом себя обезопасить. Вот. Ну, тут как бы, ещё раз повторю, нужно работать с вашими желаниями, с потребностной сферой, в чём вы нуждаетесь. И брать на себя ответственность за это. Последний пункт, последний пункт, который касается внутренней стороны вопроса, это родительский сценарий. То есть, то, что вы, то, как вы себя ведёте по отношению к людям, это результат вашего воспитания в семье. То есть, такой модели вас научили родители. Например, угадай другим, и тебе будет хорошо. Например, не думай о себе, и ты будешь счастлив. Например, не выделяйся среди других, будь такой же, как все, и всё будет нормально. Ну, вот. Или там, например, образно говоря, да, не думай, допустим, не проявляй инициативу, и всё будет хорошо. Вот. То есть, тут вот нужно определить родительский сценарий. То есть, проанализировать ваши отношения в семье. И проанализировав ваши отношения в семье, уже можно будет избавить вас от влияния родительского сценария, ну, через специальные психологические средства, которые для этого предназначены. Вот. То есть, тут, конечно, потребуется работа. Вот, примерно, в таком ключе и можно вам действовать, чтобы не обращать внимания. Причём, особо хочу подчеркнуть, особо хочу подчеркнуть, что просто избавиться от подобного желания не то, что нельзя, но не нужно, вредно. В позиции, опять же, внутренней хочется сказать, что очень важно понять, какое у вас эго-состояние в момент, когда вы думаете о том, что о вас подумают другие люди. Вот. Например, я могу предположить, что вы пребываете в эго-состоянии ребёнок. Ну, в детском эго-состоянии. Соответственно, если вы пребываете в детском эго-состоянии, то детское эго-состояние – это эго-состояние желаний. Значит, это работа с потребностной сферой через взрослое состояние. Вот. Вполне возможная история, что вы чего-то боитесь. Все страйки также связаны с желаниями, но вместе с этим и с эмистическими представлениями. То есть, например, вы боитесь, что вас будут думать плохо, потому что боитесь остаться одна. Или вы боитесь, что вас будут думать плохо, потому что боитесь не одобрения, а одобрение вам нужно, потому что вы не уверены в том, что вы делаете. Или, например, вы боитесь прослыть плохой и так далее, и так далее, и так далее. Все это мистические представления, мистические понятия, так называемые синкреты. Можете прочитать о них в интернете. Вот. Также корректируются в процессе псих-психотерапии. Вот. Главное, чтобы у вас было желание над этим работать. Кое-что вы можете сделать самостоятельно. Вот. Ну, а кое-что, конечно, придется делать только с психологом, потому что по-другому никак. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.